Большую роль в пропаганде и в рекламе этого проекта сыграла реклама его в США. В 1922-1923 годах на английском языке издавался бюллетень Кузбасс. Архивные документы, фотографии, книги, чертежи в Доме Российского Исторического Общества заработала передвижная выставка «Маленький интернационал в Сибири» к столетию автономной индустриальной колонии Кузбасс. Красочные стенды рассказывают об истории промышленной международной колонии, созданной в 1920-е годы на территории Кемеровского угольного рудника. Тогда в автономную индустриальную колонию из-за рубежа прибыли представители более 30 национальностей. Большая часть колонистов приехала из Соединенных Штатов. И в ответ на знаменитое письмо Ленина к американским рабочим в Кузбасс прибыли около 700 иностранцев, представляющих около 30 национальностей, чтобы принять участие в воплощении в жизнь вот этой идеи. После презентации в Москве выставка будет экспонироваться и в городах Кемеровской области, которые связаны с деятельностью автономной индустриальной колонии. Кстати, уже совсем скоро Кузбасс отметит свой 300-летний юбилей. Соответствующий указ в августе 2018-го подписал президент России. Именно этому событию в Доме Российского исторического общества был посвящен круглый стол. В поисках новых ресурсов для нужд отечественной промышленности Петр снарядил в Западную Сибирь несколько исследовательских экспедиций. Одну из них возглавил Михаила Волков. Выбранная юбилейная дата 6 июля 2021 года отсылает нас к его открытию колоссальных залежей каменного угля в Кузбасском и Томском уездах. Уже в середине 18 века усилиями крупнейшего промышленника того времени Акинфия Демидова Кузбасс приобрел статус важного центра угледобычи. Спустя еще 100 лет Трансиб, строительство которого началось по инициативе Александра Третьего, окончательно включил Западную Сибирь в экономическое пространство страны. Вплоть до начала Первой мировой войны горнодобывающая промышленность Кузбасса развивалась опережающими темпами, приобретя известность не только в России, но и в мире. Построили за тысячу дней один из крупнейших в мире металлургических комбинатов. Сами. И когда война началась, руководитель металлургического комбината Сталин звонил каждый день. 50% брони выпустил этот металлургический комбинат. Лично звонил каждый день. Действительно, в годы Великой Отечественной жители Кузбасса разделили со страной все тяготы ожесточенной борьбы со врагом. После оккупации Украины именно Кузбасс стал безальтернативным источником угля для советской промышленности. В январе 1943-го, за несколько дней до победы под Сталинградом, указом Президиума Верховного Совета была образована Кемеровская область. Сейчас в регионе полным ходом идет подготовка к юбилею. Один из самых амбициозных проектов, который во время круглого стола представил губернатор – создание целого исторического кластера на берегу реки Томь. Здесь будет музей, смотровая площадка, прогулочная зона и специализированный техникум. Поэтому мы хотим весь этот комплекс объединить в единый и в том числе в дальнейшем этапе восстановить эту канатную дорогу, только уже не для груза, а для людей, чтобы человек, который приехал в музей Красной Горки, посмотрел музей угля, посмотрел памятник, кажется, неизвестного, посвященному угольщикам, потом переместился бы по канатной дороге на другую сторону, и там бы в промышленной зоне смог бы увидеть предприятие, как работает Коксахим, как работает теплоэлектростанция на угле. Парк, посвященный 300-летию Кузбасса, будет находиться в Кемерово. Он объединит 15 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Кстати, открытие угольных месторождений совпадает по времени с экспедицией, в ходе которой удалось сделать и большие археологические открытия. Очень важно, что один из первооткрывателей кузбасского угля, Даниэль Годлиб Мишишмидт, посланный в Сибирь, кстати, Петром Великиным, была личной инициативой Петра, стал одновременно и первооткрывателем знаменитой томской писаницы. Так что вот открытие природных и культурных ресурсов проходило одновременно, и российская наука открывала Сибирь, открывала ее удивительные культурные ресурсы, древности. Изучение уникального археологического наследия Кузбасса – одно из приоритетных направлений работы отделения Рио-Вегионе. Оно было открыто еще в апреле прошлого года на базе Кемеровского государственного университета и уже активно включилось в подготовку и продвижение исторических проектов. У нас очень много совместных проектов с музеями, государственным архивом Кемеровской области, школами Кузбасса. И, конечно, мы готовимся к главному празднику Кузбасса – его 300-летнему юбилею. История Кузбасса – это не просто научное издание, которое очень нужно Кузбассу, но в первую очередь оно необходимо вузам и школам, поскольку важным приоритетом российского исторического общества является также развитие исторического образования и прежде всего школьного. Большую работу в Кемерово ведут и архивисты. Реализован целый цикл выставок «Кузбасс. Россия. Кладовая», первая из которых открылась еще в прошлом году и была посвящена истории золотопромышленности Кузбасса. Причем архивная служба региона – одна из самых молодых. Она была образована в 1943 году почти одновременно с созданием самой области, но хранит порядка трех миллионов документов со второй половины XVIII века до наших дней. Важно, что в областную программу празднования 300-летия Кузбасса включено проектирование и строительство нового здания госархива в городе Кемерово. Губернатор сказал, что и место подобрано, и проект завершается. Это, конечно, назревшая мера, ведь на сегодняшний день загруженность архивов близка к предельным. Уже 1 декабря стартует новый конкурс фонда «История Отечества». Многие региональные темы достойны освещения на федеральном уровне, поэтому весьма вероятно, что одним из приоритетных проектов станет и трехсотлетие Кузбасса. 300 лет – это достаточный срок, чтобы говорить о том, что история региона является неотъемлемой частью истории России. И в этой региональной, казалось бы, истории есть такие жемчужины, которые нашу общую историю не просто украшают, но и позволяют лучше ее понять. Для нас большая честь иметь возможность участвовать в исполнении указа президента о подготовке к празднованию трехсотлетия Кузбасса. Это такой значимый для всей нашей страны юбилей, важная дата, которая является поводом для содержательной профессиональной исторической дискуссии. К трехсотлетию региона планируется издание новых учебных пособий. Кроме того, запланированы и другие не менее значимые мероприятия, в том числе и создание музея угля. Честно говоря, посещение такой выставки и обсуждение в этом формате, на мой взгляд, для меня лично это открытие. Конечно, в Кузбассе все об этом знают, конечно. Но огромная заслуга российского исторического общества и вас лично, Сергей Юрьевич, заключается в том, что вы делаете эту региональную повестку общероссийской. Это удивительно совершенно. На площадке российского исторического общества такие чудеса происходят. Вот это одно из этих чудес. Я абсолютно в этом убежден. Вы абсолютно правы в том, что история каждого российского региона это часть великой истории нашей большой страны. И, конечно, это региональное направление работы является одним из приоритетов российского исторического общества. Все предложения, которые успели обсудить в ходе круглого стола, будут переданы в Федеральный оргкомитет празднования 300-летия Кемеровской области. Служба информации Фонда История Отечества. Служба информации Фонда История Отечества